Народная славянская радио 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 чужих культур, чужих обрядов, праздников и всего прочего. Настолько ли нам необходимо было все это заимствовать? Или, возможно, мы были самодостаточны, и нам и сейчас, может быть, есть чем гордиться, если обратиться к своим корням, может быть, даже поднять вот эту многовековую память по предкам, значит, на основании тех источников, которые сохранились, древние источники, работы фольклористов, значит, академические труды по сбору информации в полях, так называемых, да? И что из этого можно было бы применить на сегодняшний день? Так ли были мы убоги и никчемные, как многие пытаются сегодня нас представить? И, наверное, не секрет для тех, кто занимается древней традицией сегодня, и кого презрительно называют язычниками, да, хотя лично я в понятии язычник, когда стал с этим разбираться, ничего плохого не увидел. Языцы, языки, да, народ, народы, то есть язычник, языческий, то есть народный. Народные верования. Какие верования? Русский народный, да, русский народник. Так вот, когда презрительно обращаются к тем, кто возрождает вот эту древнерусскую традицию, проклятый язычник, да, пытаешься разобраться, за что же нас проклинают, чем же мы так не угодили, что в нашей древнерусской традиции могло бы возбуждать такую ненависть к нашим древним русичам, что было в них такого отличительного, за что можно было бы их проклинать и пытаться, значит, так скажем, переучить, перевоспитать принудительно путем внедрения суда каких-то заморских заимствований. Так ли были мы плохи? Когда начинают с этим разбираться, да, и вот говорят, что, ну, ребята, вы, дескать, все это ваше язычество там относится там где-то к началу 90-х годов, да, нашего века 90-е, 2000-е годы, когда, значит, какие-то там сектанты, полусектанты начали выдумывать все это хозяйство, вот, какая-то реконструкция малопонятная, ты начинаешь задаваться вопросами, а так ли действительно все плохо? Может быть, есть действительно какие-то документальные источники? Хотя, ну, в общем-то, у нас у сельских жителей на периферии все веками из уст в уста передавалось и обряды, и все это, и песенная традиция, никаких не нужно было документов каких-то, да, как говорится, усы и хвостные документы, да, мой паспорт, вот, как-то особо бумажек-то не требовалось. А сейчас, ну уж, коль скоро нас пытаются ткнуть в носах в том, что мы сами тут что-то изобретаем, и ранее, чем в 1980-м году, значит, никаких язычников и в помине не было, мы говорим, давайте, ребята, разбираться, действительно. И вот некоторое время тому назад, я, будучи человеком, так скажем, любящим всякого рода систематизацию, накопления, да, как юрист, да, первое образование юридическое, вот, позже подался в историческое немножко, значит, это самое, я стал для себя собирать в электронном виде, в первую очередь, книги, значит, 1800 у Ахматого года, 1900 года, значит, ну, более современные труды. И к данному моменту у меня лично собралась достаточно такая, я считаю, весомая коллекция книг, причем я их разбил по папкам, которая свидетельствует о былом величии Руси и Русичей. То есть, можно, обратившись вот к этим вот источникам, уже сформировать определенное мнение о том, что не так уж у нас все было и плохо, а скорее наоборот. Мы были велики и в своих познаниях медицины, у нас было свое траволечение, были целые направления различные, траволечение, там, и заговоры, и прочее. Была богатейшая архитектура, были собственные верования, соответственно, праздники, обряды, вот этот вот религиозный цикл. Были, значит, у нас и, скажем, юридические документы, которые были систематизированы и изданы, дошли до сегодняшних времен, из которых следует, что, собственно говоря, мы вели переговоры с теми, кто нас уважал и боялся, и нас не считали дикими, да, скорее наоборот. Мы вели переговоры с позиции силы, с позиции государства-лидера того времени. Ну, вот, собственно говоря, работа этого центра, она и призвана, как минимум, стать информационной площадкой объединительной, к которой каждый мог бы обратиться, и совершенно бесплатно получить информацию о поинтересующей его тематике. Значит, книги, книги любого формата, любую тему. Ну, может быть, так, к вопросам, может быть, перейдем, да? Ну, как считаешь нужным, давай, значит, получается следующее, что этот центр организован людьми совершенно добровольно, без какой-либо там поддержки или указки со стороны. Вот это первое, да? Да, я, знаете, еще, может быть, во-первых, во-первых, в своих словах хотел бы, ну, такую признательность высказать за то, что тем людям, которые вошли в состав соучредителей, и, собственно говоря, для меня, как человека в Питере, оказавшегося совсем недавно, значит, мы приютили наш проект у себя в офисе. Это вот есть такой человек, ну, по сути, мой земляк из соседней области, Волокжанин Артем Шанин, и у него, ну, ребята, собственно говоря, у них фирма, они компьютерчики, да, то есть программные решения фирмы. И я с ними познакомился, они говорят, слушай, отличное дело, мы сами тут как бы не против, вот, интересуемся этими всеми делами. Пожалуйста, заходи в наш офис, пользуйся любой аппаратурой, и сейчас их тут никого нет, а я веду репортаж отсюда. Вот, поэтому, естественно, большая благодарность им за вхождение в состав учредителей. А мы открыто, мы кинули, когда распространяли пресс-релиз, мы кинули клич о том, что список учредителей у нас и участников открытый, и кто чем может, вот, входите, помогайте, участвуйте. Эта площадка ничейная, так скажем, и каждый от ее лица может реализовать какие-то мероприятия, даже не, так скажем, без нашего участия, но вот в этой вот концепции. То есть, получается, я мальчик ничейный, я сам по себе, да? Хорошо, так, понятно, значит, собрались энтузиасты своего дела и стали вот думать, как бы что, и придумали сделать некий ресурс, который будет называться «Центр русской культуры», причем, как ты говоришь, бесплатный и так далее. Но, естественно, что бесплатный – это он для тех, кто будет смотреть и слушать, а для тех, кто делает, каким-то образом надо все-таки где-то это данные размещать, где-то хранить, где-то выкладывать и так далее. Вот этот вопрос тоже, наверное, очень важный для того, чтобы понять, на каких основах это будет все финансироваться. И ведь от того, насколько серьезный финансиры, настолько и серьезный проект, настолько и широко можно распространять информацию – это первое. И где будут размещаться все такие тексты, книги, видео, о которых ты говоришь, то есть найденная информация, куда народ-то будет приходить, где он все это будет черпать? – Ну, поскольку скопившийся у нас объем информации достаточен, достаточен, многие гигабайты, поэтому не знаю, насколько их целесообразно вывешивать на какой-то ресурс, мы над этим будем думать. Но, как минимум, у нас сейчас в «Контакте» создана группа, там я пока единственный участник, я буквально на днях ее создал. То есть это переговорная площадка, и какие-то базовые документы сможем туда выкладывать. Либо, значит, по просьбам для людей, ищущих конкретный документ, можем выкладывать туда для оперативного скачивания. – Это какая-то виртуальная библиотека получается? Вам делают заказ, вы выкладываете? – Да, пожалуйста. Либо если ты хочешь весь массив, и живешь, допустим, в Санкт-Петербурге, или находишься здесь проездом, ты просто приходишь в договоренное время, и мы тебе на электронный носитель весь этот объем информации скачиваем. – Ну, понятно, но ведь все-таки, да, если у тебя есть, ты можешь обменяться обратно, что-то взамен прислать. Но все-таки Санкт-Петербург – это не вся Россия и не весь мир. А как быть тем людям, которые не живут в Санкт-Петербурге, а живет где-нибудь в Ростове, в Новосибирске, на Сахалине, в конце концов, или на Аляске? Ему как своей флешкой приезжать? – Ну, это вопрос технический, да. То есть, есть, допустим, на том же Яндекс.Диске можно достаточные объемы выкладывать, да, и кидать ссылку для скачивания. Но вообще, мы, когда создавали этот центр, он у нас с таким как бы прицелом создавался, что на местах энтузиастами, обладающими, скажем, не меньшим объемом информации, а может быть даже и большим, будут создаваться аналогичные площадки, да, такие подразделения. Может быть, они даже самостоятельные, но для быстрейшего поиска и для объединения усилий они могут также идти под маркой Центра русской культуры. Вот. Чтобы люди уже приходили к ним на местах. То есть, всем, всем эти огромные гигабайты, да, многократно пересылать куда-то на Дальний Восток, ну, это, наверное, проблематично и по времени, и по объему. А одному какому-то человеку, да, почему бы нет? Вот. И он уже будет заниматься вот этой раздачей материалов. Что касаемо первого вопроса, да, вот ты сказал, да, естественно, когда мы здесь учреждались, и сейчас основной вопрос, чтобы кто-то находился большую часть времени здесь, продолжал работу, есть просто папка, постоянно пополняемая, на разбор называется. То есть, туда в кучу сваливаются книги, которые необходимо раскидывать по папкам соответствующим, да. То есть, это постоянная работа. То есть, кто-то должен сидеть в офисе, этим заниматься. Кто-то должен встречать людей для раздавки этих материалов, отвечать на звонки, может быть, встречаться с потенциальными участниками и соучредителями. То есть, все равно тут финансовый вопрос возникает, потому что человек у этого все равно, он оторван от семьи, он оторван от любого другого заработка, он прикован к этому месту. То есть, основная задача, хотя бы обеспечить ставку вот этого человека. Другое дело, что я все-таки считаю, что деятельность центра не сведется только лишь к этому. У нас, естественно, будут проводиться круглые столы, семинары, может быть, совместные поездки для проведения праздников куда-то на природу. То есть, все это тоже будет требовать ресурсов каких-то материальных. Кто-то может в натуральном выражении помочь, административным ресурсам, транспортом, помещениями, оргтехникой, которые мы можем воспользоваться для проведения этих мероприятий. А кто-то готов просто энную сумму регулярно или разово на помощь выделить тоже будет хорошо. То есть, без проблем. Ну, вот как-то так это выглядит. То есть, опять же, все строится на энтузиазме. Хотите платите, хотите не платите, хотите поддерживайте, хотите не поддерживайте. Но, как показывает практика, не всегда такой энтузиазм в конце концов оправдан. Что касается многих проектов, в частности, и радио, не купаемся. Мы миллион их и зарплаты себе не выплачиваем. Подрабатываем где-то на стороне по возможности и так далее. То есть, вот как-то пока еще не сложилось у нас, что наши подпольные славяно-арийские бизнесмены вдруг приходят и кладут из широких штанин, достают и кладут в твои штанишки там какое-нибудь энное количество денег, которое позволяет содержать человека, содержать офис, организовывать поездки, организовывать круглые столы, приглашать, оплачивать переезд, проживание, известных людей и так далее. Ну, вот, это мое личное такое. Да, смотри, значит, я тоже уже больше 20 лет общественной деятельностью занимаюсь, с этой проблемой, как говорится, знакомый не по-настоящему. Я до последнего момента работал на, так скажем, на крупнейших предприятиях и бывали времена, когда до третьей своей зарплаты просто я хорошо зарабатывал. я просто тратил на вот эти вот мероприятия на общественные без особого ущерба для семьи. Ну, естественно, естественно, вся общественная деятельность на энтузиастах строится. Но мы, с другой стороны, делаем где-то, может быть, ставку на то, что для помощи центра откликнутся люди, которые так или иначе работают на этой площадке и, может быть, бизнес их даже как-то связан с традицией. Мы можем быть взаимовыгодным, может быть, сотрудничеством, поскольку мы будем заниматься популяризацией, так скажем, ну, приведу пример, допустим, есть чаи, допустим, Иван-чай, да, допустим, да, давно забытый, но сейчас потихонечку возрождается его торговли, есть какие-то традиционные магазины, торгующие традиционной пищей, да, для русских, да, какие-то фермерские хозяйства, есть какие-то блюда, да, которые надо вводить в рацион наш, вот, то есть, есть, люди шьют традиционные рубахи, еще что-то, традиционная кухня, там, бары, рестораны, традиционная кухня есть, то есть, вот, с этими людьми мы могли бы сотрудничать вполне, и давать информацию их деятельности, то есть, почему бы нет? Это называется рекламные услуги, рекламные услуги всегда подразумевают какой-то доход, а доход, он может подразумевать, что к тебе придут добрые дяди, и скажут, на каком-то основании вы занимаетесь коммерческой деятельностью, ну, и так далее. Ну, я не знаю, какая-то коммерческая деятельность, вся общественная деятельность строится на пожертвованиях. А, ну, все-таки пожертвования, но не рекламные услуги, потому что рекламные услуги, это уже другая статья. Это не, это уже совсем другие вещи, это, так скажем, мы косвенно просто, может быть, стимулируем потребление тех товаров и услуг, которые были свойственны нашим предкам. Где-то, значит, вот у нас на севере, допустим, в Поморье Историческом кушали рыбу, допустим, веками. Почему бы, допустим, рыбопромысловым предприятиям не помочь? Да, или здесь, в Санкт-Петербурге, кто заинтересован, я не знаю, там, ну, про рубахи и прочее, про чаи, там, это я уже сказал. На самом деле, ну, любое, так скажем, вот, поработанная на этой площадке общественной, она, естественно, сложно ожидать какого-то выхлопа коммерческого, когда ты помогаешь. То есть, ты это, ты делай и не ожидай ничего взамен. Где-то себе это в убыток может срабатывать. но есть, так скажем, какое-то в людях высшее предназначение, что-ли, когда-то открывается, да, и знаю, таких людей много, которые, у самих есть просто потребность вот в этом подвижничестве, да, своеобразном. все, ведь материальным миром не заканчивается. Когда-то и отойдем в мир иной, и хочется соединиться, так скажем, не абы куда попасть, а именно туда, где надо, и желательно к своим предкам соединиться со своими тонкими материями, богами, да, как это говорится, а не пойми куда уйти. Просто было замечено неоднократно и мной в частности, что когда ты занимаешься какими-то делами для самообеспечения семьи, то все хорошо, голова на месте есть, и хороший приработок, заработок, и дела идут, все хорошо, замечательно. Ты из этого можешь какие-то деньги тратить, а когда ты с головой погружаешься уже в общественную деятельность, вот, к примеру, как радио, да, или вот как ты там чем-то занимаешься, то в этом случае ты тогда же просто не можешь себе позволить очень много времени тратить на заработки. И получаются такие интересные парадоксы, что как-то штанишки, которые ты когда-то прикупил, когда у тебя были финансы, они протираются, и зад начинает светиться. А денег на то, чтобы уже прикупить новые штанишки, нет, и на развитие тех проектов, в которые ты вязался, тоже нет. Вот это необходимо все понимать, потому что мы иногда говорим о чем-то таком высоком, мы надеемся, что очень много людей интересуются с нашей культурой, но на поверку выходит совершенно противоположное, что бьешься, как рыба об лед, в конечном итоге, в общем-то, да, дело идет, да, все хорошо, замечательно, но вот, к примеру, грубо говоря, надо там, грубо говоря, дрова купить на зиму, да, денег на это нет, надо там забор подлатать, тоже денег просто нет, элементарно, быт проваливается полностью. Вот я вижу, ты сейчас тоже так впрягаешься в такую же ситуацию, как говоришь, 20 лет занимаешься, и все, с каждым годом, все глубже и глубже в это дело залезаешь, вот как бы просто не оказаться в такой же неприятной ситуации. Ну ладно, давай еще, теперь мы разберем вопросы, которые поступают к нам из чата. Вопрос в эфир от Владимира Изматиевича. Павел, какова прогнозируемая пропуска способности вашей планированной площадки в человеках в сутки? Ну, я задал тебе вопрос, а что это будет, но ты не дал ответа, что это будет некий сайт, где каждый может залезать что-то читать, это будет какой-то сторонний ресурс, типа Яндекс.Диска. Вот Владимир задает конкретный вопрос. Судя по всему, он хочет понять, будет ли сайт, который сможет обеспечить большое количество людей, посетителей в сутки? Ну, здесь вопрос специалистам, поскольку мы сейчас в самом начале пути стоим. Я, допустим, не специалист в этих вот всех технологиях, хотя думаю, что инструментарий определенный имеется и нам подскажут, как, но все-таки фильмы качают, гигабайтами качают эти фильмы, так вот вместо фильмов будут качать просто вот эти наши папки с книгами. Я думаю, это технически вполне достижимо. Говорить о какой-то пропускной способности в сутки, хорошо, если этот вопрос вообще когда-то для нас встанет, что прямо отбоя нет, да, то есть, значит, мы делаем реально полезное дело, что у нас такой наплыв посетителей, что прямо очередь стоит из офиса, да, и мы не справляемся уже. Вот тогда мы начинаем, значит, уже как-то напрягаться. Вот я бы очень хотел такого уровня развития достичь, но я думаю, что это еще не скоро будет. Главное, чтобы оно было, понимаете, весь вопрос сейчас в, почему мы вот так вот живем и находимся в том состоянии, в котором мы все очутились, поскольку мы отошли от своих корней, у нас просто нет информации, да, дефицит информации, где ее взять, многие просто не знают. Вот, вот надо вот этот информационный голод утолить, чтобы была такая возможность. а уж сколько мы сможем людей вот этим вот охватить, там уж видно будет, по крайней мере, это окно должно появиться. И тот, кто ищет, чтобы он мог нас найти и свой вот этот информационный голод утолить. Посмотрим, как пойдет, да, то есть, если это будет сложно, да, с финансовой точки зрения, будем уделять этому меньше времени просто, да, и переходить в какое-то виртуальное пространство. И, соответственно, на проработку, на сбор новой информации, на отсев ее, на какую-то, может быть, аналитику собранной информации, может быть, написание каких-то статей интересных, не будет времени, да, на, ну, вот на практически, на проведение практических мероприятий, да, к которым мы готовы в теории, да, с книгами ознакомились, все прочли, как обряды, как что, да, в какие дни, а выехать никуда не можем, рубаху себе купить никто не может, да, то есть, ну вот, будем такие теоретики, будем на месте находиться, но дальше там офисов никто не сможет выехать, а хотелось бы для людей, конечно, сделать еще, может быть, ну, как-то автобус в нужную дату организовать, да, вот, ну, вот какие-то такие самые элементарные вещи. Ну, то есть, будет необходимость, можно будет сделать и большую пропускную способность и так далее. Дальше, Павел, существует ли у вас опасение, что силы зла как раз заинтересованы в создании неких центров сосредоточения остаточной информации для удобства уничтожения? Ну, хорошо, а если нет таких центров, то и априори уничтожать-то нечего, их просто нет. Тут мы, может быть, какое-то время побудем и испытаем на себе что-то, да, попытки, попытки уничтожить нас, но я думаю, что эта информация сумеет распространиться уже, поскольку мы говорим, что мы не единый центр, и не претендуем на какую-то тут говенствующую роль, а просто показываем шаблон, по которому могут работать по всей России. Для этого много не надо и регистрироваться как-то в качестве юрлица, платить какие-то налоги, сдавать отчетности бухгалтерские, еще что-то. То есть на энтузиазм в большей части все это будет делаться. Вот такой мой ответ, то есть нет ничего, уничтожать будет нечего, а люди просвещенные, передающие друг другу уже эта информация пойдет с флешки на флешку друг другу уже будут из рук в руки передавать. К нам может и не надо будет лишний раз заходить. Только за новинками какие-то. Новинка сезона, смуглянка. Причем мы рассчитываем на то, чтобы не односторонний был такой контакт, а кто-то придет и принесет еще что-то, а то у вас есть вот эта книга, я вот вам ее принес, редкая, допустим, готов поделиться. мы посмотрим, он отлично. То есть должен быть двусторонний контакт, взаимовыгодный сотрудничество и постоянное пополнение баз данных. Причем, может быть, кто-то принесет книги, которые в чуанах где-то хранятся, и люди боятся, что они будут утеряны. Еще чуть-чуть они распадутся просто в труху. Известно ведь, что множество таких фактов было, когда не только книги передавались куда-то на исследования, на реставрацию, но и даже каменные плиты, казалось бы, свидетельствующие от древней истории нашей древней артефакты, и вдруг они пропадают куда-то, испаряются. Может быть, нам придется еще и этим заниматься. Вот так вот принесешь тебя к нему, а вдруг ты тайный инквизитор какой-нибудь там подкупленный, ты возьмешь и уничтожишь сам. Такие же опасения тоже могут быть? Могут быть, да. Тогда чего? А ты типа докажи, что ты наш, да? Ну, ладно. Сейчас и Центробанк не дает, как известно. Каким образом вы собираетесь защищать созданную собственность, если она как минимум в половине с автономным некоммерческим обществом? Так, не совсем понял вопрос. Ну, если имеется в виду, что будет собственность создаваться какая-либо, то вот как ее можно будет защищать, если она как минимум в половине с автономным некоммерческим обществом? В половине защищать собственность. ну, я не знаю, мы как таковую собственность особо-то не претендуем. То есть, мы таким, как сказать, коммуникационным, сборочным, таким цехом собирательным, да, будем являться, коммуницировать, объединять информацию, которая находится где-то в свободном доступе, наверное, да. мы на себя некогда взяли работу по сбору и объединению и по как-то по систематизации по разным направлениям этой информации. Это на самом деле большой труд. То есть, вот так вот мы не претендуем на какую-то собственность, на утрату ее, тем более. Дальше, Владимир Размитич, задает вопрос, который я только что хотел задать, смотрю, а он уже задает. Павел, каким образом вы будете осуществлять контроль за информационным наполнением вашего центра, ибо очень легко добавить 10% неправды, потом еще 10% и так далее. В конце концов, превратить центр русской культуры в выставочный центр, например, самогона варенья, игры медведей на балалайках и так далее. А я тебе добавлю, каким образом ты планируешь фильтровать, где фантастика, где фантастика на основе реальных каких-то событий, просто так она закамуфлирована, а где это реальные какие-то древности? Смотрите, мы, значит, не берем на себя по большому счету функции научно-исследовательского института какого-то. Этим должны заниматься соответствующие подготовленные специалисты. хотя нужно понимать, что и там не все гладко, и справки выдаются взаимоисключающего содержания по одному и тому же артефакту. Мы здесь в принципе более-менее не полнейший бред, конечно, не собираемся делать какую-то помойку из этого проекта, куда сливая все что угодно. Все равно под определенным критическим взглядом поступающие к нам материалы мы оцениваем. Но в общем-то мы даем возможность все-таки и надеемся на то, что люди, работающие с этими материалами, они сами самостоятельно должны критически относиться к любой поступающей к ним информации, понимать, что правда, что нет, перепроверять это из других источников. Тем более, что у нас не только сканы древних каких-то книг мы будем распространять, но есть и современные исследования, научные, ненаучные, публицистика, художественная литература. Смотрите сами, делайте выводы сами и читайте в исходных данных этой книге, кто написал, какой институт. Уже исходя из этого нужно будет понимать, насколько серьезно к данному труду можно относиться. Вот и все. Включайте здравый смысл. Вас никто не освобождает от этой обязанности. Не будьте вы тупыми потребителями, на которых с телевидения и радио льется информация, или как раньше, что в газете написали, тому и верю. Любую информацию в любом случае надо проверять и перепроверять. Ты знаешь, это тоже довольно все относительно. У кого, например, мозги уже загружены одной информацией, он будет воспринимать все по одному. У кого другую информацию, он будет все совершенно по-другому воспринимать. Вот одно и то же событие. Начинаешь с кем-то разговаривать касаемо какой-то исторической личности. Один говорит, этот человек был величайшим, он сделал то-то, то-то. Другой говорит, вполне возможно, что этот человек был величайшим, но он был подонок, потому что он сделал то-то, то-то. А кто-то говорит, да какой он не был величайшим, он был просто подонок. На одного тоже известного человека, вот три, а может быть и четыре, а может быть и пять совершенно разных воззрений, и эти вот люди друг с другом будут активно спорить чуть ли там не до драки. А тут, в общем-то, касается еще более глубинных каких-то дел. Ведь мы же не ограничимся, наверное, там 17-м веком или 16-м, не ограничимся и временами начала христианизации наверное и там дальше как-то копать собираемся. А тут уже надо как-то иметь какую-то доказательную базу, что это не просто так какое-то воззрение какого-либо ученого, который что-то там выкопал или какого-то просто любителя старины. А это именно доказуемо, что так оно и было. Есть ссылки, есть научные обоснования, есть технические обоснования и так далее и тому подобное. Здесь очень это важно. И так вот просто отмахнуться, что мы, уповая на ваши здравомыслия, здесь нельзя, на мой взгляд. Вот смотри, да, естественно, то есть мы-то как раз для этого и даем инструментарий, чтобы люди, сторонники древней традиции, полемизируя с какими-то агрессивными представителями доминирующих ныне религиозных концепций, могли всегда доказать величие русской традиции, самодостаточность ее во всех направлениях, даже с документами на руках, сказать, ну что ты ерунду говоришь. Вот у меня издание там 1840 года, да, вот, я вот хотел бы, может, даже где-то пробежаться так вот глазками по выборке небольшой тех документов, которые у меня вот перед глазами и жирным шрифтом выделены отдельные книги. Уже сами названия говорят о многом, да, то есть, ребята, вот в этой книге написано о том-то, о том-то. А вы откуда взяли, что, допустим, там у нас архитектуры не было? Откуда вы взяли, что, допустим, мы там жили, едва ли не в землянках, там, вот. Наши документы исторически свидетельствуют о другом. Я вам сейчас кучу этих документов предоставлю. Вот, собственно, для чего мы и ставим цель своей работы. Чтобы предоставить вот эти источники. А тебе скажут, а ваши все источники полная фигня на постном масле. Ничего они с собой не представляют. Все это выдумки, все вы там понаписали сами, все это подделки, все эти карты ваши и прочее, прочее. Все это ерунда. И что будешь делать? Такую ситуацию в общем-то она применима к любой другой вере, да? Или к любой другой традиции. Попробуй докажи, да, что ты не верблюд. Даже имея на руках вот эти вот документы. Тем более, что, ну, я не знаю, как вам сказать. Вот у меня собственная есть книга, когда-нибудь ее издам. Я в ней развиваю такую тему, что на самом-то деле источники, вот то, что принято называть сегодня источниками информации. Это не источники, а носители информации. Бумажный носитель информации, там, каменный, берестяной, электронный, виниловый, это все носители информации. Поэтому опираться на них и говорить, что там на одном заборе вот это-то написано слово, да, мы его выкопали, датируется тысячелетним сроком, да. Ну, от этого, как бы, вот бред, который написан на этой доске, он не становится лучше, да. То есть, все равно надо обращаться с той информацией, которая на данном источнике нанесена. Вот. Насколько она здравомыслящая, насколько она из человека делает, ну, скажем, богоподобное существо, либо превращает его в животное. Вот и все. То есть, тут ты применяешь здравомыслие. Значит, а источником на самом деле является либо то, что транслируется откуда-то извне, да, вот как говорят, что снизошло какое-то на меня, и я писал под диктовку, в разные века такое может снисходить от богов, там, как угодно, это называйте от энергии тонких планов и прочее, да, присоединение к разным эгрегорам, к предкам ушедшим, либо, значит, самого человека осенило, и вот это его идея. Так вот как раз это и будет источниками. Вот это два источника основных. Все остальное это носители информации. Так же, как и кувшин не является источником воды, а все-таки, наверное, какой-то ручей, да, или какой-то там ключ водяной, вот это вот источник. Горшок это не источник воды. Но в нем можно воду переносить. Хорошо, хорошо. В общем, над этим вопросом... Носитель воды, носитель информации. Флешка для воды, да. Но, в общем, над этим стоит подумать в дальнейшем, как выстраивать взаимоотношения с людьми, которые, как минимум, задаются вопросом, а почему это так, а почему не по-другому. я думаю, что люди разумные придумаете, как общаться, а тем более, что много появляется соратников, которые также желают разобраться, где правда и неправда. Так, дальше, дальше. Павел, зачем вы анонсируете историческое величие русского народа? При таком анонсировании элементарно появятся жалобы на разжигание междунациональной розни. Не опасайтесь, что вас засудят пришельцы. Ну, вот мы как раз и будем, наверное, лакмусовой бумажкой происходящих процессов, да, то есть, те, кто будет против возрождения, мы ведь не против кого-то, мы за своих, условно говоря, да, то есть, когда проводятся национальные праздники тех или иных диаспор, значит, все рукоплещут тому, что возрождаются, там, не знаю, азербайджанские традиции, там, армянские и прочее. Почему, проводя русско-народные праздники, это должно быть, должно восприниматься как демарш против других народов? Я вот этого не понимаю. А те, кто будет реально этому противодействовать, ну, собственно говоря, нужно работать в существующем правовом поле, хоть это, наверное, сейчас и непросто. Надо пытаться выходить на диалог, узнавать, вываливать это вот все, этот конфликт в публичное пространство. Поскольку, вот сколько в мой адрес каких бы обвинений не сыпалось, разные бывают, вот как это называют, электронные эти, как их, тролли, да, такого понапишут. Я, когда вступаю с ними в дискуссию, есть целое даже там объединение какие-то там религиозные, общественные, политические. Я говорю, ребята, вот все, что вы здесь пишите про меня, про мою организацию, давайте с вами встретимся на видеокамеру, может быть пригласим телевидение наше, пусть они запишут передачу, сделают круглый стол, либо просто на камеру, заснимем все ваши вопросы, все мои ответы, чтобы ваша дурость была видна просто. Вот и все. Я говорю, вот мое предложение, оно остается в силе по сей день. И никто еще ни разу, вот из тех, кто меня пытался торпедировать, не вышел со мной на публичную дискуссию, потому что они понимают, что я их просто разобью в пух и прах. Это уже было на практике, когда мы встречались. Понятно. Наверное, они предпринимают другие способы воздействия на тебя. Ладно. Хорошо. Вопрос эфира от Владимира Измитича. Павел, не хотите ли сразу сделать интернет-ресурс? Может быть, все-таки сразу сделать, чтобы так было, куда закладывать что-то, а не так, что приходите к нам с своими флешками, вам много чего под нас записываем. Нет. Конечно, хотим, как не хотим. Но любой более-менее толково сделанный ресурс, он все равно стоит денег. Понимаете, да? То есть, как минимум, проплачивать ежегодно сумму, я не знаю, сколько сейчас, за хостинг. Тысячи три, наверное, это минимум, надо заплатить в год, чтобы у тебя сайт где-то висел. Плюс разработчику сайта, плюс там, ну, за наполнение вот этих объемов, какие-то суммы, за сопровождение сайта, за регулярное пополнение, это все стоит денег. Вот. Если будут у нас финансовые возможности, то, конечно, такой ресурс будет. если нет, ну, будем использовать те инструменты, которые имеются, Яндекс.Диски, там, не знаю, пересылка конкретными документами, отдельными, не знаю, там, сжатыми папками какими-то, вот. Либо будем вот рекомендовать создаваться еще на местах. В Питере кому нужно, я думаю, уделят время-то зачастую, из одного конца города, а другой можно доехать, если тебе очень надо. В общем, Питер, как колбель нашей революции, да, продолжает создавать новые проекты. Хорошо. Вопрос уже озвучен, вернее, отвечен тобою, но все-таки он здесь написан, я прочитаю, Владимир задавал, кто будет следить за наполнением вашей выставочной базы, кто будет фильтровать попутный шлак и лжеверсии псевдоученых. Уже ответили, поэтому идем дальше. Елена777, вопрос эфира. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о ведическом домострое, об отношениях родичей между собой, их обязанности в роду и так далее. Благодарю. Вы знаете, сейчас это будет, так скажем, не соответствовать теме заданной передачи. Тем более, что я не могу себя считать таким уж большим специалистом и вопрос вообще, как сказать, домоустроения, промыслов и прочего, это настолько богатый пласт информации, скажем, у нас в Поморье жили вот так, в средней полосе России вот так. То есть, на этот вопрос вообще и ответить однозначно нельзя, потому что у всех свой уклад был, со своими особенностями. Я вот просто могу зачитать книги, которые вот у меня сейчас открыт список, да, и вы по названиям просто поймете, какой спектр охватывается, охватываемый вот культурой всех ее проявлений, там, жизнедеятельности древних русичей, да, вот такие сочные названия, даже, может быть, не все зачитаю, вы меня остановите, вот. Хорошо? Сейчас пробегусь небольшой так вот, с архитектурой сооружений, да, вот, допустим, папочка, с Резневской, святилище обряда языческого богослужения древних славян по свидетельствам современным преданиям, Харьков, 1846 год, да, не слабо, вот, это те, кто говорят, что храмов не было языческих, вот, о богах, да, Ефименко, о Ирилле, языческом божестве русских славян, Санкт-Петербург, 1868 год, Соловьев, очерк нрав, обычаев и религии славян преимущественно восточных во времена языческие, 1849 год, вот, Соколов, старорусские солнечные боги и богини, историко-этнографическое исследование, Симбирск, 1887 год, вот, ну тут как религия древних славян практически знания Кагаров, 1918 год, относительно свежие, вот, древние документы, допустим, чертков, описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар, да, Москва, 1843 год, Лазаревский, да, вот, интересный труд, но, а кто о нем знает, собрание важнейших памятников древнерусского права, Санкт-Петербург, 1859 год, да, это вот как раз там акты, в том числе, договоры князя Олега и князя Игоря, да, изложены на древнеславянском языке, вот, договоры с Византией, вот вам источник, пожалуйста, прямо скан вот этот вот, в том виде, в котором он был, вот, издание 1859, то есть вот другие тематики, тут если пробежаться, допустим, там, Бурцев, ну, вот игры, да, вот меня спрашивают, какие игры были, там, вот, жизнь русского народа, его обычаи и нравы в трех томах, да, 1914 год, ну, тут по исследованию язычества, там, огромное количество, там, Богданович, там, пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 1895 год, ну, тут есть, друг, там, Бог языческой Грузии, да, вот кому интересно, там, 1902 год, Невославского труд древнеязычного течения о странствиях и переселениях душ и следы его в первые веки христианства, Казань, 1873 год, и так далее, и тому подобное, вот, сколько тут, не бери, там, не знаю, история Руси, как вот она есть, да, тоже документы, новейшая география Российской империи в четырех томах, 1814 год, вот, классно, вот тут книги, да, новые материалы для давнейшей истории славян, вообще и славяно-русов до Рюбиковского времени, в особенности с легким очерком истории русов до рождения Кристова, выпуск из первого по третий, вот, 1854-1861 год, Оленин, облик и портрет великого князя Святослава Игоревича, 1814, представляете, вот, источники о славянных, папка, колдовство славян, тоже куча различных материалов, костюмы, узоры, да, вот, причем, в каждой папке содержатся, так скажем, и, ну, как я сказал, и древние какие-то источники, вот, допустим, там узоры старинного шитья в России, собранные княжной, княжную шаховскую, 1880-й год, или сборник великорусских, малорусских, российских узоров для вышивания, Санкт-Петербург, 1877-й год, и тут же, да, можно взять, допустим, какое-то вот из современных, наиболее авторитетных трудов, вот, очень интересный труд, он у меня в печатном книге есть, в твердой обложке, сейчас я вам скажу, значит, под издательством, под редакцией Кутенкова, да, «Ерга свастика-знак русской народной культуры», Санкт-Петербург 2008-го года, это институт имени Герцена, издание, представляете, толстенная книга в твердой обложке, все досконально расписано, откуда, значит, вот этот древнейший символ идет, берет свои начала, и в чем он проявлен у разных народов. Павел Иванович у нас несколько раз был в эфирах, так что это наш человек, в этом отношении, да. Да, сейчас копья ломаются, это академический труд хорошего института, поэтому берите его на вооружение, он в электронном виде есть, пожалуйста, и к нему апеллируйте. Ну, мифы и сказания, соответственно, тут и Афанасьева, поэтические воззрения славян на природу, там, 1865 год, Бурцев, русские народные сказки, суеверные рассказы про нечистую силу, Санкт-Петербург, двух томах, 1910 год, там, Драгомонов, малорусские народные предания и рассказы, Киев, 1876 год, и дальше, и дальше, там, Чулков, словарь русских суеверий, Санкт-Петербург, 1782 год, понимаете, вот, Костомаров, славянская мифология, Киев, 1847, это вот я так еще выборочно просто зачитываю, там, ну, более свежие, это Максимов, допустим, да, нечистая, неведомая крестная сила, Санкт-Петербург, 1903 год, вот, такие вот, ну, по народной медицине, множество всего, вот, просто несколько назову, там, Павловский, общедоступный народный лечебник, Санкт-Петербург, 1907 год, и Бенедиктов, самоучитель сельского лечения, первый, второй том, Санкт-Петербург, 1866 год, там, Мажоровский, народное знахарство, значит, Саратов, 1890 год, Смельский, там, царство врачебных трав и растений, целебный травник, книга практических советов, двух частях, 1870 год, понимаете, то есть, ну, вот, папка отдельно, похороны, кладбище, да, там, о погребальных обычаях языческих славян, как Котлеровского, там, Милосфлавского тут, здесь же, допустим, там, ну, это переселение душ, я его называл уже, Соболев, загробный мир по древнерусским представлениям, 1913 год, по праздникам и обрядам, тут вообще, ну, отдельная папка тоже, тут большое количество различного, там, и Потебня, и Шейна, и прочих, язык и письмо, отдельная папка, да, тоже здесь, там, начиная от Буслаевой, исторические очерки по русскому орнаменту в рукописях, да, Петроград, 1917 год, и там, допустим, Потебня тот же самый, о некоторых символах славянской народной поэзии, Харьков, 1914 год, вот, Максимов, там, ну, ну, прочее, прочее, да, там есть словари древние русские, там, именно словы, вот, и это все не все еще разобрано по папкам, то есть вы имеете представление уже более-менее, что, что вот включает наша база. Сразу Елена777 так в чате вопрос дает, а что это за папка, откуда читается ведущий, кто знает? Елена, это та папка, которая находится на компьютере у Павла, и не только у Павла, а у соратников, в которые сложены вот эти уже отсканированные или в текстовом формате материалы, о которых идет речь, и потом в дальнейшем эти папки будут выкладываться в доступ или отдаваться на флешках, о чем говорил Павел в самом начале. Да, совершенно верно. Хорошо. Дальше, ну, про рот понятно, это, мне тоже кажется, что не совсем тема сегодняшнего нашего эфира, это как-нибудь надо делать отдельный эфир про родовые обычаи, про домостро и прочее. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Вот выдавали бы мы эти призы за активность, я бы Владимиру первый приз выдал за активность, но пока нету. Павел, я думаю, что людям нужны простые решения, например, детям показать прялку, мечи. Зачем им флешка? Это сразу тупик в развитии. Ну, я не знаю, у нас ведь это не единственное из направлений. Вы вот, как сказать, не надо этим ограничиваться. Вот у меня, допустим, в Архангельске осталось, но я сюда хочу перевести, достаточная коллекция, собственная музейная экспозиция, да, и древних костюмов, и прялок, и чего только ничего, и обуви. Вот, было бы где еще размещать. Вот в этом вопрос. С другой стороны, ну, покажи ты эту прялку кому, без соответствующего сопровождения. А прялка ведь она содержит и узоры различные, да, имеющие расшифровку исключительно языческую, да, и костюмы, украшенные теми же всякими, там, и макошью, и перунос, и знак, и чем угодно, разными, береговой символикой. То есть, без знаний, содержащихся в книгах, что прялку, что костюм вам покажи, но он интереса никакого не, ну, скажем, не наполнит вас ничем, никакими знаниями, ни рубаха, ни что. Если вы не знаете для чего, и как это устроено, и что имеет под собой тот или иной знак. Конечно, конечно, ну, нужны экспозиции, нужно что-то и в руках покрутить, и повертеть, наглядно это представить. Но у нас программа «Минимум» это информационная, вот этот вот прорвать информационный вакуум, сделать доступными информацию, вот эту вот, на электронных носителях. Вот так вот. В очередной раз, вот тут произносишь слово «язычество». Дело в том, что у нас пока еще в обществе нет такого точного представления, что это за слово, поэтому я все-таки предлагаю этот термин пока в сторону отложить и произносить какая-то древняя вера, дохристианская вера, исконная вера, старая вера, родная вера, какие-то такие термины применять, потому что «язычество» все-таки появилось на Руси именно как употребление к чему-то древнему с приходом христианства. До этого там по-другому, наверное, себя как-то называли, ну, вряд ли себя. Вот мы когда с тобой общаемся, каждый раз говорим, слушай русский, да, русский, я тебя слушаю, слушай русский, а вот слушай русский Павел, да, русский Алексей, вот то же самое, слушай язычник там, да, язычник я слушаю. Когда люди между собой общаются, такие вещи не говорят, это, как правило, термин, принесенный со стороны. То, что языче, это народ, ну да, говорили, какого языча ты будешь, да, какого народа ты будешь, и так далее. Но язычник, поскольку неодно сложно воспринимается, неодно родно воспринимается сейчас, я, наверное, все-таки поостерегся бы вот так вот в открытую произносить и применял бы более такие, более приемлемые на сегодняшний момент понятные слова. Это старая вера, исконная вера, древняя вера и так далее. То есть, если мы говорим о прялке, то вот на прялке есть узоры нашей исконной древней веры, о которой писали многие писатели, которые описывали многие символисты, те, которые со знаками работали, в том числе и Павел Иванович Кутенков и так далее. Нет, ну, я согласен, может быть, для кого-то терминология отобьет по ушам, но я знаю, что большинство общин, в общем-то, тех, кто древней традицией занимаются, для них, вот мы, не знаю, и с писателями встречаемся, и с волхвами различными, для них вот этот термин, он, в общем-то, в отношении себя они его вполне применяют, без... Я понял тебя, Паша, дело в том, что я объясню тебе, я понял, дело-то в том, что они для себя-то его применяют, потому что они указывают на то, к какому направлению на данный момент сейчас они относятся, потому что есть разные направления, да, это во-первых, если раньше у нас было одно направление, то не надо было каждый раз употреблять, но то же самое, если мы с тобой русские люди, то, я тебе говорю, русский Паша, например, ты говоришь, русский Леша, мы с тобой так не общаемся, вроде бы, Павел, Алексей, вот так вот общаемся, то же самое было в древности, вот, это первое, да, это первое, и второе, все-таки сейчас наша передача, она будет слышна не только тем, кто находится в традиции, в вере, или в чем-то еще, который вот себя так четко позиционирует, а она все-таки будет восприниматься теми, кому слово язычник, например, просто бьет по ушам, потому что они еще, может быть, не разобрались, или наоборот разобрались с этим вопросом, но чтобы не возникали такие непонятки, я все-таки предлагаю этот термин пока не употреблять, а употреблять более понятные, более распространенные и не вызывающие не то чтобы отторжения, а возмущения в обществе, потому что, если сейчас, вот, например, это сказать, вот эта передача посвящена языческому добру, большинство людей просто-напросто скажет, а, вот эти поганые там язычники пришли и так далее, а если мы скажем, что наша передача посвящена древней вере, древней нашей символике, древним нашим знаниям, это будет восприниматься более ровно, и многие люди тогда не будут это воспринимать изначально в штыки, и во всяком случае хотя бы послушают, о чем здесь идет речь, вот о чем я говорю, наша задача-то не то чтобы разделять, наша задача наоборот объединять, а что нас объединяет, у нас есть древнее наше начало, у нас есть древнее наше представление, жизнеуклад, верования какие-то, свои какие-то обряды, свои какие-то знаки, свои какие-то традиции, устои и так далее, которые до сих пор живы, но никто это не называет сейчас, например, там, ведичеством или язычеством или еще как-то, просто говорят, это наше древнерусское, вот если мы так будем подходить, то, наверное, то, наверное, так это будет более понятно, более просто, и не будет вызывать каких-то разногласий, споров в самом начале, зачем нам сейчас нужны споры, нам нужно понять, кто мы такие, понять, что у нас есть очень много общего, а для этого не нужно просто изначально допускать возможность каких-то споров на ровном месте, вот я с этой точки зрения, а не с точки зрения, воспринимаю я это, не воспринимаю, как я к этому отношусь, у меня свое представление, но я его здесь не озвучиваю, вот именно с точки зрения того, чтобы поменьше было на ровном месте разговоров. Ну, я не знаю, собственно говоря, нужно же тоже понимать, если мы сами к этому термину настороженно относимся и боимся его употреблять, то за этим тоже кроется какой-то изначально человек, который с этим не сталкивался, он говорит, он что-то за этим ведь стоит, наверное, что они так боятся к этому термину обращаться. А мы должны понимать и разъяснять, что, дорогие друзья, собственно, языческими считаются вот в таком, в отрицательном контексте все те верования, которые лежат за, скажем, за границами представлений трех авраамических религий, да, все остальные это язычники по их восприятию в самом вот противном контексте, хотя, опять же, повторюсь, язычи, языцы это народы, народники, и на самом деле неязыческих верований их не существует, то есть, верования разных народов, язычество иудеев, язычество, там, не знаю, кого, горцев, это все народные верования, то есть, друг на друга говорить, указывая пальцем, ты язычник, это, ну, ты народник, ты исповедуешь свою народную. Ну, тогда тем более, Павел, если мы говорим в данном случае контекст, что русское, славянское язычество, то в этом случае здесь тем более, еще больше, может быть, смута после того, как ты назвал, потому что, если мы рассматриваем язычество, как это не в древних каких-то словарях написано, а как это написано удаля, а на него многие ссылаются, то там из большого перечня приводится церковное, а в церковном воспринятии язычник любой, кто не является христианином, кто не воспринимает Иисус Христа, вот там так написано, то есть и папуас, и какой-нибудь магометянин, и там японец или кто-то еще, то есть, если мы говорим в этом случае, произносить слово язычник, то в этом случае тогда мы говорим любой человек, не являющийся христианином, и вот в этом случае тогда мы еще больше вносим конфуз, кто же такие тогда язычники, а если мы говорим древняя вера, родная вера, наша, русская, славянская вера, славянство и так далее, то в этом случае тогда мы четко указываем на представителей народа, на какие-то территориальные, может быть, особенности, на языковые какие-то особенности, и вот в этом случае тогда все становится на свои места, древняя вера, дохристианская, исконная вера, наша, русская, древняя, славянская, вот, и тогда вообще все отпадают, а если мы говорим про язычников, и кто-то откроет словарь далее того же, он скажет, так это вообще, все кто не христиане, папуас, он тоже тогда получается язычник, и пигмей тоже язычник. Ничего плохого, ничего в этом плохого. но мы-то говорим про нас, а когда вот это слово язычник произносится, то в этом случае большинство людей, вот я на что акцентирую, большинство людей, открыв словарь далее, скажут, что это все подряд, и в этом случае ты что, папуас, я не папуас, ты вроде не пигмей, я вроде не пигмей, но при этом говорим о том, что включает всех, и пигмеев, и папуасов, и русских, и кого только не включает. Поэтому еще раз говорю, я призываю все-таки исходить из того представления, которое сейчас существует, и отталкиваясь от этого представления, говорить более правильные слова и фразы, понятные, чтобы хотя бы было понимание на первом этапе, а не отторжение на первом этапе. То в этом случае, исходных знаний, исходных представлений, то в этом случае тогда мы ни о чем не договоримся. Или если договоримся, то это будет уже после большой драки, где мы будем сидеть синяки держать, уставшие, и после этого нам просто ничего не останется, как договариваться. Но вот, мне кажется, договориться нужно, не допуская драки между своими. И так уже много дрались и много поубивали своих. Вот я с этой точки зрения. Поэтому я предлагаю все-таки применять термины древняя вера, исконная вера, родная вера, дохристианская вера. Тогда все понятно, что мы говорим о нас, на нашем языке, о наших понятиях, и тогда, в общем-то, отторжение уже будет намного меньше, и люди, во всяком случае, не будут там пальцем тыкать, потому что ведь еще же, помимо того, что я тебе сказал, еще же есть специально кто-то науськивает, что если вы услышали какое-то слово, то это означает вот это, и надо с ним вступать сразу в какие-то конфронтации и так далее. То есть наша задача, поскольку мы объединяем всех русских людей, которые имеют древние наши корни, которые интересуются своим наследием, интересуются наследием коренных народов России, коренные народы, я имею в виду различные племена, которые близкие нам по генетике, то в этом случае тогда надо отталкиваться, вернее, становиться на позицию объединения. А позиция объединения подразумевает, что надо применять те термины, те слова, которые не вызывают изначально отторжения. Вот я в этом смысле. Ну, может быть, я не знаю. Ну, а сейчас все такие правила, я такие правила предлагаю просто на радио, и, как показал опыт, это объединяет людей, а не разъединяет. Хорошо, давай дальше. Так, про флешку мы поговорили. Ага, вот, я, Гриша, еще раз про флешку. Это, конечно, здоровая флешка, но лучше бы стать библиотека славянских книг и других древностей. Это пожелание. Но уже было отвечено, что были бы деньги, будет нам и счастье. Вот именно конкретно для этого. Дальше вопрос. На бумажном носителе это очень дорого обойдется, и тут нужно и помещение большое, да и где же мы в оригинале эти книги найдем? Кто нам их отпустит? Это не стоит, я не знаю, это бесценное просто сокровождение. Нет, нет, здесь про другое. Здесь, поскольку на флешку оригинальную книгу ты тоже не засунешь, то имеется в виду уже изначально, раз слово флешка применяется, уже говорится об электронном варианте. А электронный вид, пожалуйста, можно как самому распечатывать, так можно и какие-то брошюрки делать, но в этом случае должен быть какой-то заказ от кого-то. И в этом случае типография нам в помощь, верстальщики нам в помощь. Это можно все сделать, заказать и так далее. Давай дальше. Вопрос Эфир от Васильевича. Не рассматривается ли вами вопрос о создании специализированного трекера площадки, где появится возможность распространения материалов посредством торрент-раздачи? Васильевич, уже немножко мы в этом поговорили, но Васильевич еще раз задал этот вопрос. Ну вот, Васильевич, он как компьютерщик, он на птичьем языке задал вопрос и сам на него ответил, собственно. Да, конечно, наверное. Я даже терминов-то таких немного знаю. Вот торрент-раздача, да, понятно. Все. Васильевич нам в помощь. Васильевич нам в помощь. Тот тебе гугл в помощь, тот тебе Васильевич в помощь. Ладно, хорошо. Дальше. Давай смотреть Елена777. Вопрос Эфир. Расскажите, пожалуйста, о товарно-денежных отношениях в Едической Руси. Опять, наверное, придется сказать, что это не тема сегодняшнего заседания. Мы сегодня говорим об этом центре, да, как... Организационный вопрос, посматривая. Да, организационный. То, чему и как, а не о содержании конкретных книг, да. Я не профессиональный историк, я не обладаю, может быть, такими исчерпывающими знаниями по задаваемым здесь вопросам. Поэтому зачем, как бы, начинать это обсуждать? Тут можно, конечно, подготовиться, сделать лекцию по этому вопросу, но мы сейчас уйдем далеко в сторону. А ты подготовься, подготовься. Ладно, дальше. Реплика в эфир от Виталия из Киева. Здравия. Можно еще раз, еще выкладывать в материале на Емуле или на еще чем-то подобном. Тоже, видишь, какой птичий язык. Что такое Емул, ты знаешь? Все, поставил в тупик. Идем дальше. Вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. Есть правовая основа СССР. Почему бы вам не перейти в правовое поле СССР? Зачем платить дань оккупационной структуре ОПГ и РФ, которые платят дань Западу? Изучите вопрос. Мы встречались в Архангельске с представителем. Я, в принципе, это представляю, о чем человек говорит. А что мы не можем сделать на имеющихся ресурсах? Причем здесь СССР. Если он расшифрует, какие преимущества. Может, у них какой-то собственный канал или не знаю что. Я знаю вот этот сам проект СССР с паспортами соответствующими. Ты имеешь в виду Русская Республика Русь? Нет, он действительно говорит про СССР, потому что были уже у нас передачи, где авторы приходили и рассказывали о том, что официально СССР продолжает существовать. То есть никакого документа о закрытии СССР не существует. Поскольку народ по всем международным правилам, народ является последней инстанцией и единственной инстанцией, которая определяет, в каком формате существовать. А одной из форм воли и заявления народа является референдум. То в этом случае в СССР в самом конце проводился референдум о том, хотите ли вы, граждане, жить в СССР или не хотите. И подавляющее большинство граждан Советского Союза ответило, да, мы хотим жить в СССР. Но, несмотря на это, некие структуры, некие личности, они просто-напросто сделали вид, что СССР не существует. Но по всем, как я так себе представляю, по всем юридическим законам, всем основаниям международным СССР продолжает существовать. И вот, видимо, на это и обращал внимание Виктор Леонидович. Хорошо, а как это влияет на технический... А вот тут, наверное, ты с ним можешь уже пообщаться, и он тебе много чего интересного, полезного расскажет. Найти легко меня в ВКонтакте, можно изложить свое видение. Пожалуйста. Так что, Виктор Леонидович, пожалуйста, общайся. А вдруг из этого что-то интересное, хорошее, правильно получится. Дальше вопрос в эфир от Владимира Изматиевича. Павел, есть реальная проблема у родителей. Ясли и детские сады. Вот если бы вы сделали ясли с уклоном в традиции русского народа, я бы вам 1015 в месяц точно оплатил. Не задумывались ли вы о том, что приобщать потихоньку с малолетства, а не стучаться в сферировавшийся мозг взрослых? Как бы вульгарно это предложение не звучало? Я сам об этом мечтаю. У меня у самого проблемы устроить младшую дочь в садик. Но уклон, информационное наполнение какими-то специальными программами и знаниями для детей, это можно все сделать. Но мы живем в существующем социально-экономическом положении, где в первую очередь надо решать вопросы с землей, со строительством и все такое прочее. Интеллектуальную подпитку в садику, который готов реализовывать вот такие программы на базе, на своей, мы можем дать, сами садики строить. Но извините, я же не за этим тут пришел, чтобы... Я бы с удовольствием такой садик устроил. Но это будет похлеще вопрос, чем устроительство распространения информации в электронном виде. Владимир Азматич написал, «Незнание файлообменных протоколов гостям – большой минус для проекта». Но надо отметить, что, во-первых, в проекте не только Павел, но и много других людей. И там, я думаю, что будут люди, которые файлообменные протоколы знают очень хорошо и смогут ими воспользоваться. Мы сейчас говорим о чем? Мы сейчас говорим о том, что вот такой проект образовался. Учредители появились, нам предложено посвятить этот проект. Мы согласились. Вот такая передача у нас происходит. А вот как этот проект уже будет развиваться, что из этого получится, какая поддержка будет ему оказана со стороны наших товарищей, друзей, соратников, вот это вот пока остается под вопросом. Вот и посмотрим, что из этого получится. Так, дальше здесь я просто читаю чат. Вот, написал человек. «Учитывая, как РРР себя дели, я бы не стал им доверять». Так. Так, это… Ну, в принципе, в принципе, все здесь. Все. Все вопросы мы озвучили. Так что, если у тебя есть что-то сказать, ты можешь сказать. Если хочешь, чтобы мы еще какие-то вопросы подняли, касаемо этого проекта, мы можем еще их затронуть. Ну что, я тогда обращусь еще раз, наверное, ко всем слушателям, кто в прямом эфире слушает или кто будет скачивать потом в подкастах. Проект мы только начинаем. Сейчас уже потихонечку начинается положительный отклик от некоторых людей, кто чем готов, да. Ну, пока нематериально, конечно, кто-то административным ресурсом, кто-то офисом, кто-то, я не знаю, вот как вы, допустим, информационный спонсор нашего этого мероприятия. Значит, начинают участвовать. Люди начинают звонить, писать мне, говорить о том, что необходимо встречаться и обсуждать, что дело вроде бы интересное и нужное. Поэтому давайте делать под лежачий камень, вода не течет. Поэтому как долго это продлится, сколько успеем, сможем сделать, надо делать, не стоять на месте. За нас это никто не сделает. Поэтому давайте по мере сил возможностей участвуйте, подключайтесь к нам. Ищите группу ВКонтакте, ищите мои телефоны, и все. Ищите меня ВКонтакте и на Фейсбуке. Будем все это продвигать. Вот тебе Виктор уже передал свои контакты в Скайпе. Так что будет возможность тебе с ним пообщаться и поговорить. И, может быть, что-то интересное придумать или к какому-то интересному важному решению прийти. Ну что ж, давно у нас идет вообще в славянском мире разговор о том, что очень мало правдивой информации. Очень мало честных, правдивых источников, на которые можно было бы положиться, которые можно было бы без зазрения совести, без каких-либо ущербных манипуляций в обратную сторону, выкладывать, показывать, доносить, чтобы это все было честно, открыто, чтобы люди осознавали, что это не какая-то выдумка, это правда. И вот, наконец-то, появились энтузиасты, которые захотели такие книги, документы, фотографии объединить в одну базу. То есть разговоры в конечном итоге привели к тому, что появился такой центр русской культуры. Мне кажется, что это вполне правильный шаг, вполне уместное решение на сегодняшний день. И те попытки, которые до этого принимались, они были все-таки не так, на мой взгляд, упорядочены. Это были, скорее всего, сайты, куда просто сливалось все подряд. Вот те, которые я видел. Может быть, я ошибаюсь. И поправьте меня, если я ошибаюсь. Но вот из тех, которые попытались что-то упорядочить, это как раз проект Центра русской культуры. Что из этого получится? Как мы себя проявим, насколько мы будем адекватны и насколько мы сможем поддержать этот проект и насколько он будет живучим, время покажет. Я думаю, что если он необходим, то он будет долго жить. А вот в каком формате он будет жить? Будут ли проводиться какие-то корректировки, какие-то дополнения, изменения? Это тоже время покажет. Потому что наша задача сделать его нам на сколько это можно удобным для пользования. Чтобы он был популярен для того, чтобы легко было оттуда что-то брать и доставать, и чтобы о нем много людей знало. И чтобы это все было по чесноку, чтобы это была правда, а не просто какие-то чьи-то выдумки. Ну вот как-то так. И здесь еще есть просьба, чтобы ты дал какие-то ссылки на свои группы в соцсетях и так далее. Я думаю, что как раз уже в эфире мы выложим эту информацию там, где будет запись эфира выложена. Ну что ж, пришло время заканчивать передачу. Она получилась такая довольно-таки компактная. Лишних слов не бросали на ветер. Теперь надо пожелать всем всего самого доброго. И на этом расстаться с хорошими мыслями в будущее. Ну все, благодарю всех. Надеюсь на сотрудничество. Удачи. Вот так вот просто. Ну что ж, хорошо. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 11 августа 2015 года четверг, по одному из старинных первый день месяца завершения 7524 лета, седмица. Мы говорили про русской культуры как источник информации о древней русских традициях. Главный соведущий, автор-соведущий Павел Есипов. Переходим в автономное вещание. Напоминаю, что у нас продолжается эксперимент, где крутится между какими-то нарезками, озвученными программами только фольклорные этнические музыкальные произведения. То есть музыка акапелла, музыка с сопровождением, музыка из экспедиций записанных и так далее. Вот мы хотим посмотреть, насколько такой вариант будет восприниматься вами, нашими радиослушателями. Сколько он продлится? Не знаю. Может, еще сутки продлится. Вот мне это интересно. Пожалуйста, свои отзывы можете присылать. Насколько вы готовы слушать такую музыку? Или все-таки надо вернуть тот формат, который более привычный, где поменьше такой музыки звучит? Она тоже есть, но и просто звучит поменьше. Звучит побольше той музыки, которая более привычная, но без иностранщины. Что ж, прощаюсь с вами со всеми. Рад был пообщаться с хорошими людьми. Желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова